Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Воскресные занятия в Потеряевке Начиная с 1991 года Тема Вознесения Описана в томе 3 книге Открытым оком Автор Игнатий Тихонович Лапкин Страница 497 Что такое Вознесение? Было ли какое пророчество в Священном Писании об этом? В Исаакевском Соборе над царскими вратами надпись Псалом 23.7 Поднимите врата Верхи ваши и поднимитесь Двери вечны и войдет царь славы Мне пришлось быть там невольным гидом Однажды в годы советского режима Когда спросил молоденькую девушку гида Что означает эта надпись Она стала говорить о том Что когда священник на Пасху Входит этими вратами То он украшен как царь во славе Тогда я стал ей объяснять Что это вовсе даже не так Как она научена Когда Христос воскрес с победой То на сороковой день Он прославленный с победой Возвращался на небо И Христова слава уже не вмещается В прежние рамки ворота И хотя он принял плоть человеческую Он не был этим унижен Филиппийцам 2.6 Он будучи образом Божьим Не почитал хищением быть равным Богу Евреям 2.9 Но видим что за претерпение смерти Увенчан славою и честью Иисус Который немного был унижен пред ангелами Дабы ему по благодати Божией Вкусить смерть за всех Ангелы не болеют А мы болеем Ангелы не едят Не пьют Не спят А у нас все это Отягощает нашу плоть Но когда он воскрес из мертвых То получил тело нетленное Тело Христа Свободно проходит через любую гору Пространство И может быть миллиарды километров В одну секунду проходить может тело его духовное Второе Коринфянам 5.16 Потому отныне мы никого не знаем по плоти Если же и знали Христа по плоти То ныне уже не знаем Означает, что таким Христа Который утомлялся и спал Мы уже не знаем Того, который на кресте говорил, что жаждет Мы знаем Христа воскресшего, прославленного И вот этим прославленным телом Христос возносится на небеса Первое Коринфянам 15.22 Как водами все умирают Так во Христе все оживут Родился ребенок Мы видим, как он растет Но духовный человек видит, как он уже ветшает Готовится к смерти Ученые якобы подсчитали Что в человеке 320 миллиардов клеточек Эти клеточки Все несут в себе смерть Потому что пропитаны грехом Наша плоть восстала против Творца в раю Когда Адам поверил змею сатане Этим самым он перестал верить Богу Сказал Богу как бы Ты обманываешь Все дело не так обстоит А вот так, как говорит мне этот Дорогой лысый картавый товарищ змей 1 Иоанна 5.10 Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом Неверующий Богу представляет его лживым Потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем Слова такие человек не говорит Но дела наши кричат сильнее слов Вот эта плоть, согрешившая против Творца Находилась в войне В противостоянии Богу И когда Христос вознесся этим нашим телом на небо Только тело его было прославлено Вознес тот наш начаток к Отцу Небесному Разъясняет Иоанн Златоуст Что значит начаток? Когда Бог творил человека То сначала Он взял, образно говоря, кусок глины И вылепил статую Это первоначальное Потом вдунул в лицо его дыхание жизни Понимают, что душу Это вторичное Когда спрашивают, что первично Дух или материя То мы должны уточнить По отношению к кому Если по отношению к человеку То первично тело То есть материя Если по отношению к Богу То первичен дух Воплощение Христа Произошло позже У Христа было точно такое же тело Как и у нас Такие же кости и плоть Только без греха В лице Христа Как бы все человечество Предстало пред Богом Бог Отец увидел наш начаток Тело Христа Вознесшегося в день вознесения На небо Что жертва за грех Принесена Евреям 10.5 Посему Христос Входя в мир Говорит Жертвы и приношения Ты не восхотел Но тело Уготовило мне Повторяю Что все это нужно Мысленно представлять Но не думать Что именно так И было на небе Это для лучшего понимания Происходящего Отец видит Раны Христа На руках На ногах И в боку Это страдание Его За грех Мира Отец Примирен с землей И потому посылает На землю дары То есть Духа Святого Десять дней От вознесения И до сошествия Духа Святого Как бы идут Мирные переговоры На небе Произошла Безоговорочная Капитуляция Человека Когда Примирение Произойдет В Чечне Тогда пойдут Туда Средства На восстановление Капитуляция Происходит В покаянии Согрешили мы Беззаконствовали Мы Даже И не люди А черви Псы Смердящие Эта Капитуляция Принята Богом От Человечества Принесена Жертва Агнец Иисус Христос Что Об этом Говорили Пророки Исайя 33 10 Ныне Я Восстану Говорит Господь Ныне Поднимусь Ныне Вознесусь Означает Превыше Всего Я Исайя 45 5 6 Я Господь И нет Иного Нет Бога Кроме Меня Я Припоясал Тебя Хотя Ты Не Знал Меня Дабы Узнали От Восхода Солнца И От Запада Что Нет Кроме Меня Я Господь И Нет Иного Людей Неверующих Это Шокирует Столько Раз Я В одном Предложении У людей Я Последняя Буква Это Эгоизм По отношению К Богу Это Рассуждение Неприменимо Вознесусь Восторжествую Как мы Отмечаем Сегодня 40 Дней После Пасхи Цифра 40 Означает Полнота Подготовки Когда Женщина Родит Младенца То Она Не Чиста 40 Дней Идет Подготовка Очищение Моисей Постится 40 Дней Подготовка К принятию Закона Божия Когда Народ Прогневал Его Он Разбил Скрижали Завета Написанные Перстом Божьим Но Закон Нужен И он Снова Возвращается И 40 Дней Не пьет И не ест Он Своими Руками Теперь Пишет Тех Божественных Скрижалей Нет Гнев Его Был Так Силен Что Сегодня Бы Его Осудил Каждый Да Как Ж Можно Было Посягнуть На Божественное Уникальней Шей Ценности Любой Музей Мира Сегодня Заплатил Миллионы За Одну Скрижали А Зачем Ему Эти Плиты Если Внутри Человека Все Разрушено И Они Нарушили Закон Нравственный И Повернули Вспять И И Без Него Как Бы Обратно Перешли Черное Море Как Бы Возвратились В рабство В Египет Душа Этого Презренного Народа Была Там У Чесоточных Грядок У Чесно Простите У Чесночных Грядок Он Снова Возвращается И Еще Сорок Годеней Не пьет И не ест Но Теперь Он Уже Сидит И Зубилом Или Как-то Иначе Выдалбливает На Скрижалях Тех Божественных Словес Нет Он Их Разбил Осколки Видимо Не собрал Никто Он Разгневался И во Гневе Как бы Кто-нибудь Пришел Сегодня И сказал Какие Вы Верующие Библию Бы Взял И Разорвал Это То же Самое Богом Написано И Печатается Сегодня Даже Страшно Сказать Причем Здесь Это Поэтому Не удивляйтесь Священник Стал Быкодить А люди Не слушаются Так Он Кодила Взял Размахнулся И ударил И Кодила Погнул Или Еще Что-то То есть Иногда Бывает Такая Форма Выражения Своих Чувств Почти Отчаяние Сколько Можно Биться С вами Но Сколько Можно Учить Вас И Вы Идолопоклонники Опять Золотого Быка Сделали Вместо Бога Живого Который Вывел Вас Я Сорок Дней С Богом Беседую А Вы Чем Занимаетесь Я Не пью И не ем Скорблю А Вы Пляшете Здесь Играете Дискотеки Устроили Сорок Дней Подготовки Прошли И Господь Возносится На Небо Иоанна 3 14 Предсказание Иисуса Христа Было Такое Как Моисей Вознес Обратите Внимание На Слово Поднял Змею В пустыне Цитата Так Надлежит Вознесенным Быть Сыну Человеческому Вознесену Значит Распяту Это Как бы Одна Из Ступеней С небесным Миром Еврейский Народ И Другие Народы Были Знакомы Через Небожителей Это У них Было Неоднократно Мы Вспомним Первого Который Был Вознесен На Небо Мы Не Знаем На Какое Написано Седьмой От Адама У Адама Сын Каин Авель И Сив Каин В воде Погибнет Каинова Премия Погибла В потопе Каиновых Людей Нет Хотя Казалось Бы Цыгане Должны Бы Каиновым Быть Каину Бог Дал Такое Он Ходил И Трясь Переходил Всю Жизнь С места На Место Как Цыгане Но Это Не Каинова Премия Они От Других Произошли Тоже От Сифа Авеля Он Убил А От Каина Дочери Человеческие А Сыны Божии Это От Сифа Вместо Вместо Авеля Еще Сын Родился У Адама И от Него От Сифа Седьмой Енох Ходил Перед Богом И его Не стало И Бог Его Вознес На небо Живьем Он Еще Не Умирал Сколько Это Лет Мы Не знаем Библия Молчит Но Примерно Шесть С половиной Шесть Тысяч Лет Он Все Еще Живет Чем Он Питается Мы Этого Не Знаем Библия Об Этого Молчит Но Это Самый Древний Человек Оставшийся В живых Около Семи Тысяч Лет Ему Скажем Так Второй Который Был Вознесен На небо Это Был Илья В огненной Колеснице Это Третья Книга Царств Это Все Было Как бы Подготовительным Периодом Чтобы Человек Поверил В Вознесение Господа Нашего Иисуса Христа Вот Допустим Богородица Она Родила Бессеменно Без Мужа Люди Сразу Говорят Этого Не Может Быть Конечно Не Может Быть Как Это Может Быть Аврааму 100 лет Аутроба Сарина Давно Омертвела Но Однако же Родила У Исаака Не Было Детей 20 лет Эти годы Были Подготовительными И И Она Не Может Родить А Родила Была Неплодной Ревека А Потом Родила И Так Не Один Раз Как Бы Говорится Поверьте В Это Чудо Меньшее А Потом Поверьте Что И Вообще Без Мужа Может Родить Иоанн Златоуст Говорит Так Это Все Были Подготовительные События Этапы Истории Человеческой Точно Так же И Перед Вознесением Были Подготовительные Периоды Вот Взял Человек Накрошил В кувшин Крошек Хлеба Супа И Понес Жнецам В поле И Идет И вдруг Голос Ему С неба Аввакум Ты Накорми Даниила А Где он Господи Я не знаю А Он Там Вавилоне Во рве Львином Сидит Львы Постятся А ему Уже Трудно Поститься Аввакум Говорит Я Вавилона Не знаю Даниила Не знаю Кто Такой Ангел Тогда Взял Его За волосы Поднял И Он Уже Сидит На Дорог И Он Висит А волосы Видимо Не Отрываются Не больно И Кричит Даниил А Даниил Изорва Отвечает В другой Руке Оказался В другой Стране Оказался Мгновенно И Никаких Аварий Самолет Этот Не Терпит Отдал Ему Горшок С похлебкой И опять На поле Стоит С пустым Горшком То То есть Это Были Моменты Как Бы Подготавливающие А Может Бог Так Сделать Да Может Было Это И После Потом Мы Рассмотрим Господь Восхищал Людей Я Занимался Очень Много Житиями Святых И Нашел Что По Житиям Святых Это Случилось Тридцать Один Раз Люди Восхищались Но Потом Они Опускались Конечно Назад Видели Как В воздухе Люди Висят И Ни на чем Не держатся Когда Зосима Беседовал С Марией Египетской Вдруг Смотрит Она На Локоток От Земли В воздухе Висит По Научному Называют Левитация То есть Потеря Веса И Какие То Силы Как Говорят Камень В Каабе Висит Было Такое Что Заблудился Один Старец Акак Его Запил К Богу И Вдруг Оказался У себя В келье Ангел Его Перебросил И Все Серапион Шел К Святому Марку Фроческому Три Недели Туда А Когда Похоронил Его И Пошел Обратно То Шагнул Только И Уже Дома Находится Или Апостолы Разбрелись По всему Свету А Когда Божья Матерь Умерла То Господь Их На Облака Поднял И Они Прикатили На Облаках Одновременно Все Домой То Есть Этих Слубчев Было Очень Много Или Такой Случай Был В Житиях Святых Память 29 Июня Апостол Петр Говорит Что В то Время Был Сильный Волв О Котором Говорится В Деяниях Апостолов И Этот Волв Имел Страшную Чародейную Силу Его Демоны Поднимали И носили По воздуху Вчера Мы слышали Батюшка Напомнил Что Иоанн Златоуст Говорит Что Всякое Чудо И все События Связанные С жизнью Иисуса Христа Дьявол Подвергал Или Осмеянию Или Опровержению Или Хуле Но События Вознесения Он Никак Не тронул Мы Скажем Что Златоуст Сказал Верно На 4 Век А Сегодня Златоуст Проповедь Будет Уже С поправкой Потому Что В это Время Дьявол Много Уже Внес Того Чего Раньше Не делал К Вознесению Иисуса Христа Много Уже Дьявол Внес Начал Опровергать Именно Это Событие Почему Тогда Не Опровергали Мы Можем Догадаться Они Же Умные Люди Не Надо Врага Представлять Глупее Себя Если Он Не Воскрес Тело Его Украли Ученики Значит Его Там И Не Было Значит Вознесение И Опровергать Нечего Что Там Опровергать Когда Его Там И Нету Украли Значит Они Его И Похоронили Настолько Безумное Событие Это Вознесение Иисуса Христа Что Они Отмахнулись От Него Рукой Просто Во Внимание Не Взяли Вот И Все А Сегодня Дьявол Всячески Старается Показать Что Это Возможно А Откуда Это Видно А Вот Здесь Когда Бесы Стали Поднимать Волхва Симона И Он В Глазах Людей Возносился Неоднократно В Истории Мира И Кончится Что Как Христос Жил Родился Умер Воскрес И Вознесся Так И Антихрист Будет Подражать Всему Будет Делать Точно Так Ж Как Говорит Ефрем Сирин После Того Как Три С Половиной Года Будут Заканчиваться Дьявол В лице Антихриста Начнет Восхищать Сам Себя Бесами Носимый Будет Подниматься В воздух В глазах Людей Окруженный Шестикрылыми Шестикрылатыми Серафимами То есть Демонами И Полностью Скопирует Этот факт Чтобы Показать Что И Он Это Же Самое Может Так Вот Мы Сегодня И Смотрим Что Как Пророчества Предсказали Это Что Означает Восхищаться Возноситься Для нас Возноситься Первое Дать Особую Славу Бытие 40.13 Он Вознесет Его На высоту Земли Второзаконие 32.13 Есфер 5.11 Псалом 3.4 12.3 17.49 74.8 И Это От Бога То есть Он Имеет Какую-то Славу Честь В Обществе В Государстве И Не Надо Этому Завидовать Вы Редиску Нынче Сеяли Не Сеяли А Борис Николаевич Сказал Что Когда Он Работал Настройки То Понял Я Призван Не Редиску Сеять И Не Обижайтесь На Него Что Он Так Сказал Это Значит Не То Что Редиску Не Надо Сеять А У Каждого Своё Призвание Его Бог Вознес И Не Надо Думать Вот Был Бо Я На Месте Борьки Я Бо Лучше Сделал Борис Николаевич Сдел Как Мог Его Народ Избрал На Это И Он Помазаник Божий Библия Так Говорит Ни Один Не Восхитит На Себя Эту Должность Если Не Будет Дано Ему И Оказывая Ему Честь Какая Ему Положена Никаких Борик А Борис Николаевич А Завтра Может Будет Жириновский Сегодня Он Как Клоун А Завтра Будет Владимир Вольфович Получит Помазание От Бога Чтобы Нас Повесить Всех В Сибирь Сослать На Колыму Он Имеет Особое Помазание На это Чтобы Нас Наказывать Чтобы Мы Научились Ценить Вот это Мирное Тихое Время Вот эту Возможность Молиться Далее Даниила 8.11 8.10 Гордый Возносится До небес То есть Сам Его Никто Не Возносил Бывает Что Нет Ничего Ни Грамоты Ни Знаний Ни Обращения А Он Возносится Закидывает Голову Ни с кем Не хочет Не советоваться Ничего Это Страшное Состояние Матфея 11.28 Божье Наказание Тому Кто Превозносит Сам Себя То есть Считает Что Равных Ему Нет Учиться Не у кого Учиться Незачем Я Все Сам Сусам Ты Капернаум Считаешь Недоступным Себя Ты Морской Торговлей Обладаешь К тебе Все Богатства Мира Стекаются А Бог Говорит До Ада Не Звернешься Иакова 4.10 Смиритесь Преды Господом И Вознесет Вас В свое Время Буквальное Вознесение 4.2 1 Деяния 8.39 2.12 2.12 2.2 Сколько Небес Мы Не знаем Считают Греки Что Семь Небес Но Давид Говорит Что Есть Небо Небес По крайней Мере Четыре Неба Уже Есть До Третьего Павел Был Вознесен И Четвертое Это Небо Небес Во Второе Страшное Пришествие Христа Верующие В Него Будут Вознесены На Облаках 1 Фессалоникий 4.17 Как И Вся Церковь Все Будут Восхищены Вознесены То есть Наш Сегодняшний Праздник Говорит О Будущем Которое Нас Ожидает Если Будет Будем До Конца Верны Откровение 12.5 Прекращение Нашей Жизни Призвание Богом На суд Есть Восхищение Псалом 49.22 Господь Говорит Так Живи Не гордись Ходи по одной Струнке Как Говорю Не говори Во мне Силы Хватит На сто лет Меня Долбней Не убьешь Смотри Чтобы Чтобы Не был Восхищен В половине Дней В половине Дней Давид Боялся Быть Восхищенным То есть Жизнь Человеческая 70 лет При большей Крепости 80 Еще Скрипеть А вот До 70 лет Самая Лучшая Пора От 20 До 50 И Это Самая Лучшая Пора Труд 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 И болезнь Бюллетень И работа Бюллетень И работа Вот и Все С утра До вечера Будешь Работать Будешь Под трактором В мазуте Ползать Со свиньями Возиться Никуда Ты не денешься В этом Спасение Твое Только Молись Зашел К свиням И скажи Я Такая Же Свинья Прости Меня Господи От свиньи Хоть Какой То Толки Есть Хоть Шкура Хоть Мясо А я Умру Ничего То Нет От Меня Даже На Мясо Комбинат Не Возьмут Меня Исайя 57 1 Иисус Христос Не раз Говорил О Своем Вознесении Иоанна 7 34 14 3 Здесь Заложен Этот Смысл О небе А они Не понимали Думали Он на земле Будет переходить С места На место В Самаре Уйдет Или Убьет Себя 16 8 Мне Припомнилось Интересное Событие Когда Шла К завершению Вторая Мировая Война Американцы Тайно Готовили Бомбу Тайно Готовил Ее Гитлер А Советские Ничего Подготовить Не могли У них Была Только Катюша Ну Катюша И Катюша Ее Давно Рассекретили Американцы 150 Тысяч Человек Работали Целый Город И Сумели Сохранить Эту Тайну А А Ведь Над Атомной Бомбой Розенгеймы Муж и Жена Работали И Сумели Связаться С Советскими Разведчиками И Им Продали И Их Судили Обоих И Обоих На Электрическом Стуле Сожгли Советские Писали Писали О них Как О героях Потом Присвоили Им Какие-то Звания Награды Пишут Что Невинно Пострадали Действительно 150 Тысяч Человек Целый Город Был И Когда Испытали Бомбу А в это Время Сталин Был С Черчиллем Труману Пришла Телеграмма Все В порядке Ожидаемое Исполнилось То есть Испытание Было Успешным А в это Время Советские Хотели Захватить Всю Европу Думали Дальше Пойти И на это Труман Сказал Для Этих Парней У меня Приготовлена Хорошая Дубинка То есть Атомный Кулак А советские Этого Не знали До последнего Времени И думали Что у них Было Всего Две Атомных Бомбы Которые Были Сброшены На Хиросиму И Нагасаки А оказалось Что у них Было Заготовлено 196 Атомных Бомб Самолеты Были Уже Заправлены И ждали Только Одного Сигнала На Москву Было Приготовлено Девять Атомных Бомб То есть Намеревались Поразить Основные Города Новосибирск Красноярск Иркутск Основной Военный Потенциал Уничтожить И только В последние Пять Лет Мы узнали Что Столько Их Было А мы Говорили Что Зря Американцы Хвалились И вот Когда Они Приготовили Все То Испытания Провели Первое На Хиросиме Я Подробно Говорю Об этом Потому Что Кое Что На Сегодняшний День Опять Заготовлено Для нас И вот Кому Выпало Доверие Лучшему Летчику Полковник Один Был И он Назвал Этот Самолет Энолагей Именем Своей Матери Так Он Ее Любил И Когда Они Вылетели То Погода Должна Была Быть Маленький Ветерок Утром Когда Все Дома А так Как Утром Все Дома А так Как Электричества Было Мало У Японцев То Все На Кирогазиках Было И Когда Случится Это Чтобы Все Кирогазы Опрокинулись И Начался Пожар Так Все И Было Сделано И Чтоб В Низине Как В Котловине Было Представьте С Одного Взрыва 360 Тысяч Человек Исчезло И Когда Они Самолет Развернули Сбросили Бомбу Она Должна Была Разорваться На Сбросили 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 Даже 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 Над Этим Словом Вознесение Как Люди Смеются Это Они За Пирл Харбор Отомстили Когда Японцы В Один Раз Уничтожили Американскую Военную Базу Множество Кораблей Это Было Национальной Трагедией Америки 300 Смертников Камикадзе Например Говорят Такому Два Года И он Два Года Живет Как Хочет Он Подписал Контракт Но Вот Наступает Момент Его В самолет Завинчивают В кабине Он Взлетает Шасси Остаются На месте И Он Сесть Уже Не Может Он Должен Только Погибнуть Его Выводят На цель И Он Бьет Самим Самолетом А Самолет Под Завязку Загружен И Вот 300 Таких Самолетов Японцы Пустили В Воскресный День Когда Люди Были В Отпусках И Всю Американскую Эскадру Фактически Разгромили А Американцы Теперь Отомстили Атомной Бомбой Вот Вам Запир Харбор Души Желторотых Япошек Возносятся К Богу Да Если Они Были Верующие То Это Именно Так А Если Были Неверующие То Только Летели Тела А Души Пошли В Другое Место Температура Была Такая Что От Людей Оставались Только Тени Нашли Бетонный Мост Где Двое Людей Стояли И Мгновенно Испарились Остались Только Тени Все Выжжено Остался Только Контур Два Человека Стояли Будет День Божьего Пришествия Когда 2 Петра 3 10 Придет День Господень Как Тать Ночью И Тогда Небеса С Шумом Придут Стихии Разгоревшись Разрушатся Земля И Все Дела На ней Сгорят Небо И Земля Загорятся 3 Ездры 15 44 Соберутся К Нему И Окружат Его Прольют Звезду И Ярость На Него И Поднимется Пыль И Дым До Самого Неба И Все Кругом Будут И Все Кругом Будут Оплакивать Его Пыль И Дым До Неба И Вот Все Мертвые Воскреснут До Единого Живые Которые Останутся До Пришествия Христова Изменят Свои Тела Силой Божьей И Будут Восхищены Встретение Господу Многие Сектанты Я думаю Что Может быть На 90 с лишним Процентов Верят В то Что Христос Придет Еще Три Раза Или Четыре Даже А мы Верим Что Только Один Они Говорят Что Он Придет Тайно Тайно Придет Верующих Заберет А Неверующие Будут Жить Еще Тысячу Лет На Земле А мы Говорим Нет Он Придет Так же Как Его Видели Ученики Восхарящим Об Это В Деяниях 1 7 11 Сказано Он Ж Сказал Им Не Ваше Дело Знать Времена Или Сроки Которые Отец Положил Свои Власти Но Вы Примете Силу Когда Сойдет На Вас Дух Святый И Будете Мне Свидетелями В Русалиме Во всей Иудее Самарии И Даже До Края Земли Сказав Сие Он Поднялся В глазах Их И Облако Взяло Его Из Вида Их И Когда Они Смотрели На Небо Во Время Восхождения Его Вдруг Предстали Им Два Мужа В Белой Одежде И Сказали Мужи Галилейские Что Вы Стоите И Смотрите На Небо Сей Иисус Вознешийся От Вас На Небо Придет Таким же Образом Как Вы Видели Его Восходящим На Небо И Облако Скрыло Его И Таким Же Образом Над Верующими Внезапно Потеряет Силу Притяжения Тела Изменятся Внетленные И Они Будут Вознесены В Средине Господу Был Случай Описываемый В двух Житиях 12 Ноября Память Иоанн Милостивый И Память 20 Ноября Прокол Тоже Патриарх Ученик Иоанна Златоуста Бывший У него Секретарем А Когда Златоуста Сослали В ссылку То Прокла Избрали На Это Место Он Правда Удалился Не Хотел Там Еретики Были Но Весь Народ Хотел И Он Правил 20 Лет И 4 Месяца Он Был Очень Смиренный И У Златоуста Видимо Многому Научился Это Был Один Из Самых Спокойных Периодов Церкви Он Как раз И Добился Того Чтобы Мощи Златоуста Вернули В Константинополь И Вот Однажды Началось Землетрясение Обычно Так Тряхнет И Прекратилось А Здесь На Завтра Опять А Потом Опять И Так Трясет Уже 6 Месяцев Не Строить Нельзя Ничего Стали Тогда Молиться Пошли Крестным Ходом И Когда Пошли В Это Время Один 12 Летний Мальчик На Глазах Людей Стал Отдаляться От земли И Скрылся Из Виду И Целый Час Люди Стояли Молились А Его Не Было И Наконец Он Спокойно Опустился Его Спросили Что Он Там Видел А Он Говорит Что Слышал Как Там Поют Святые Божии Так Вот Когда Поете Знаете Откуда Это Целый Час Он Был На Небе Восхищен Вознесен И Рассказал Что Там Поют Святые Божии Святые Крепкие Святые Бессмертные А Народ Добавил Помилуй Нас И С тех Пор У нас В церкви Появилось Это Песнопение Вы Никогда Не Задумывались Что Когда Вечером Начинают Петь На Горах Станут Воды Посреди Гор Пройдут Воды 103 Псалом Почему Это Поется Слово Гора Означает Духовную Высоту Или Гордыню Как Слово Лев Обозначает И колено Иудина И дьявола Не Нужно Смущаться Что Одно Слово Бывает Означает Противоположные Понятия Посреди Гор Пройдут Воды Это Означает Что Все Люди Бывшие Гонителями Гордые И Обратившиеся К Богу Получили Милость От Бога Воды Это Милость Божия Воды Это Благодать Которая Не Спала На Них Но Если Человек Не Покоряется То Посмотрите На Вода Здесь Не Остановится Она Внизину Стекает Над Тобой Если Кто-то Превозносится Тебя Унижает А Ты Уступишь Ему Отойдешь То Получишь Благодать Божию Ну Не Лезь Отойди От него Ты Видишь Что Он Уже Себя Не Помнит Он Не Получает Благодати Божией А Посреди Гор Пройдут Воды То То Все Это С Гордого Бесплодного Стекает На Смиренного Тот Гордится А У него Бесплодная Вершина И Ничего Нет Так Запишем Известен Примерно Тридцать Один Случай Со Святыми Вознесения Их Перенесения С места На Место Деяния 1.11 Этот Полковник Тибец Который Сбросил Атомную Бомбу На Хиросиму Благополучно Дожил До Старости А Остальные Которые В этом Участвовали Кончили Плохо Заканчивали Жизнь Самоубийством Мучила Совесть Ведь Столько Людей Невинных Погибло Блага Не Было Никому Помните Южнокорейский Сбитый Самолет Который Якобы Сбился С курса И Наши Его Сбили После Этого Брали Интервью У тех Тех Кто Сбил Эти люди Несчастные Отверженные Уволенные С ними Что-то Случается За кровь Человеческую Надо Платить Страшную Цену Псалом 101 25 И После Воскресения Из Мертвых Иисус Христос Сразу же Говорит О своем Вознесении Иду К Отцу Моему Без Вознесения Иисуса Христа Не Было Бы Полного Примирения С Отцом Небесным Дух Святой Возвестил Нам О Правде Что Христос Действительно Вознесся Что Он Действительно Примирил Нас С Нашим Отцом Небесным И Мы Можем Получить Дар Святого Духа Иоанна 16 10 О Правде Что Я Иду К Отцу Моему И Уже Не Увидите Меня Значит Примирение Наступило А Враждующим Бог Ничего Не Посылает А Раз Пришел Дух Святой Мы Верим Святую Пятидесятницу Что Это Означает Что Примирение Наступило Только Там Где Мир Там Дары Говорит Златоуст Приходит А где Нет Примирения Там Даров Нету Там Продолжается Война Или Все еще Переговоры Идут Это все Применительно К нам Идите Ждите Обетованного Духа Святого Так И Случилось Где Я Там И Вы Будете И Каков Я Христос Говорит Так И Тела Ваши Будут Ярче Солнца Сиять Поэтому Пощимся Постараемся Сегодня Потрудиться Чтобы не было Кого из нас Опоздавшими Вот Если Господь Позволит То Через два дня Я хотел поговорить На тему Не Опоздай А Времени В Библии Нигде не написано Чтобы мы Делали что-то Медленно Кроме Будь медлен На гнев Не по твоему Остановись Пока Медленно Говори слова А то Зарядишь Как из пулемета Я хороший Я добрый Только Не выдержанный Где-то От такого Отойди Говорит Библия Для него Пролить кровь Как один раз Плюнуть Нигде Наедине Не ходи Что-то Маленько Не так И все Пропало Цени Что Господь Тебе сегодня Дает Благодари Бога За то Где живешь За то Что имеешь И смиряйся Будь Очень Внимательным К тому Что тебе Бог Сегодня дал Вот Вот то Что Твое Это то Чем Ты можешь Сегодня Распорядиться И не более Страну Ты Изменить Не можешь Погоду Изменить Не можешь Совсем Соглашайся И что Скажут Не торопись В ответ Вот об этом И поговорим В следующий раз Не опоздай Есть много Ситуаций Где надо Спешить А вот На слова Будь Медлен И Будь Медлен На гнев Говорит Писание Но Скор На слышание Почему У человека Один Рот А два Уха По крайней мере В два раза Больше Ты должен Слушать Итак О Вознесении Я сказал Все Что говорит Писание Жития Святых А в канонах Об этом Ничего Нет То Что мы Проходили Прошлым Летом То я Пропустил Но много Использовал Зимой В Барнауле На радио Но это Были Настоящие Проповеди Это Не одна Сотня Тысяч Людей Слышали Эти темы Я более Подробно Раскрою На радио Если Бог Позволит Туда Вернуться Значит Нужно Трудиться Как Можешь Если Не можешь На огороде Не трудись А в храм Постарайся Пойти Ты Дома Не можешь Стоять Ни минуты А в храме Постарайся Стоять Трудись Вопрос Пятидесятники Говорят Что Один Возьмется А двое Останутся Или Толкуют По своему Ответ Это Будет Во второе Пришествие Христа И Никто Никого Не будет Искать У них Ложное Учение О тысячелетнем Царстве Хилиазм Существующая С первого Века Этим Учением Был увлечен Даже Ориген Это Ересь Первых Веков А мы Верим Что Когда Придет Христос С неба То Тогда Воскресают Все До Одного Иуда Павел Гитлер Сталин Николай Второй Протопопа Вакуум Все Воскреснут Только Одни Пойдут Вверх Вознесутся А другие Пойдут В А Перед Этим Все Пройдут Через Огненную Реку Которая Будет Перед Престолом Божьим Бог Будет На Престоле Верующие Вознесутся В Стретение Христу Но С телами Души Верующих Которые Сейчас На Небе Они Вернутся В Свои Тела Души Тех Которые Сейчас В аду Мучаются Они Также Вернутся В свои Тела Но Грешник Будет Как Головня Обгорелая А Праведник Как Солнце Разделение Будет Они Восхитятся Вознесутся Все Что В нашей Жизни Есть Христос Испытал Все И Он Показал Нам Пример Как Я Воскрес Так И Вы Воскреснете 1 Коринфина Как Я Вознесся Так И Вы Вознесетесь Дух Святой Сошел На Христа В виде Голубя Дух Святой Сойдет И на Нас В Пятидесятый День После Пасхи Когда Человек Живет В Духе Святом То Господь Помогает Ему Смиряться И Самое Главное Самоанализ Идет Само Уничижение Он Постоянно На Контроле А Человек Который Не В Духе Святом Он Мудростью Многого Может Достигнуть Профессором Может быть А в Духовном Может Ничего Не Понимать Я Лежал В Краевой Больнице Года Два Назад И Там Профессору Сказали Что Я Там Лежу И Он Специально Вызвал Меня Чтобы Побеседовать Он Меня Начал Сильно Искушать А Я Говорю А Я Вас Знаю Я Еще В Раю Ваш Голос Слышал Когда Вы Через Змея Подходили К Адаму Он Мне Говорит А Я О Вас Слышал Вы Такой А Почему Вы Все По Библии Говорите А Вы Свои Мысли Покажите Библия Это Ограда А Если Я За Нее Выйду Ты Меня Там Одолеешь В два Счета А Ты Попробуй Со Мной Разделаться Здесь Пока Я В Ограде А Он Меня Искушает Ты Хочешь Считаться Умным Тогда Отвечай Своими Словами Я Не Умный Я Неразумный Я Неграмотный Но Я Библию А он Ничего Не Мог Сделать Так Вы Что Считаете Что Я Змей Я Говорю Точно Так Вы Шуршите Шуршите Я Вас Узнал Вы Хотите Вывести Меня За Ограду Чтобы Я Богу Не Верил А Своим Мыслям Доверился Начал События Освещать Не Надо Этого Нет И Мы Маленько Побеседовали И Он Ко Мне Всякий Интерес Потерял А Я К Нему Задолго До Этого Еще Вот И Все Мудрость Вся Наша Отсюда От Бога Читаем Жития Святых И Видим Что Когда Ангел Являлся От Бога Тот Цитировал Библию Я Когда Читал То Все Думал Но Ангел Ведь Он Все Знает Но Почему Ж Своими Словами Не Ответит Оказывается Что В Написанный В Библии Заложена Такая Сакральная Таинственная Сила Которую Мы На земле Постичь Не можем Мы Просто Не понимаем Ее Нам Можно Только Цитировать И Не Переменять Местами Бог Сказал На Этом Все А Не Как Некоторые А Докажи Мне А Что Доказывать Положено Пояс Носить И Все Все Святые Были В Поясе Не Положено Бороду Брить И Все А Ты Докажи Да Не Надо Доказывать Давид Не Пустил Даже В Иерусалим Что Здесь Доказывать А Что Особенного Если Я Кудри Навью Губы Накрашу Сережки Навешаю Исайя Вторая Глава Читай Толкование Златоуста Шестой Том Бог Говорит Вместо Завитушек Дам Тебе Плеж Вместо Флакончиков Дам Тебе Зловоние И А тебя Будет Вонять Как От Смердящего Вот И Все И Не Надо Спорить Бог Сказал И На Этом Конец А Почему Так Ведь Так же Лучше Как Мы Думаем Это Тебе Кажется Тебе Тебе